Всем привет! Многообещающее начало. Некая конструкция, которая перед вашими глазами сейчас находится. Рассказываю предысторию, что происходит. На работе у сестры происходит ревизия орхидейного царства. И вот эта красота была отсоединена от пенька с небольшим количеством воздушных корешков. Сейчас я вам все покажу. Естественно, я взяла ее на наращивание корней и размещение определенным способом. Этот способ достаточно хорошо и, самое главное, быстро, в короткие сроки позволяет наращивать корневую систему у растений, которые находятся в таком состоянии. Обрезала не я макушку, сразу говорю. Сестра сразу ей обработала пенек максимом. Но тоже так можно это делать, если пенек чистенький на орхидее. Ну, уже пора ее доставать. Сейчас я вам покажу ее. Если пенек чистенький на орхидее, когда вот она отсоединяется, можно максимом не пользоваться. Можно просто взять какие-то биофунгициды порошкообразные в виде порошка и просто присыпать места срезов, предварительно их немножечко-немножечко увлажнив. А если вот, например, только что отсоединили, там выделяемый сок, он связывается с вот этим вот порошком фитоспорина, либо порошок споробактерина, что-то такое возьмите. Можно, кстати, растолочь активированный уголь, но я не очень как-то люблю пачкаться, мазаться. Я мало вообще в работе активированный уголь использую при работе с орхидейками. У меня целая коллекция всяких вещей, но вот просто говорю для тех, у кого нет таких вот порошкообразных биофунгицидов. Можно растолочь активированный уголь, таблеточку, можно взять обычный уголь из мангала. Есть там такие крошечки и вот места срезов вот так вот просто прикрыть аккуратненько, взять вот так вот и закрыть. Все, место оно быстро подсохнет, вот это вот отсоединение, и будет все замечательно. Так, мне не очень понравился, вот я думала здесь как бы пожелтение листика чуть-чуть, вот видите, от, получается, вот, вот это вот, да, место, я имею в виду это. Но сестра говорит, это сюда попал Максима, она его просто вытирала, тут нет пожелтения листика. Но почему-то вот у меня, вы знаете, вот этот листик немножко, он для меня, не могут тут корешочки пробиться. Может быть, хотя что-то пробилось, может быть, потом в процессе наращивания корней я просто-напросто прям в посадке удалю этот листочек. Пока не буду, пусть-ка она его лопает. На такое количество листиков, вот смотрите, вот на такое количество листиков корней, конечно, мало. Воздушные вот корешочки, причем они находятся в нерастущем состоянии, нет вот этого вот продолжения стреловидного такого, да, как вот, как будто молния, они туда вот начинают расти, такие тоненькие-тоненькие зеленые кончики. Ну, не совсем тоненькие, они конусообразные. Вот, поэтому сейчас быстренько, что я предложу ей сделать? Помните, накануне мне отдавали растение также на наращивание корневой системы, но там оно было с фузариозом. Здесь растение чистое, слава богу. Оно хорошо себя чувствует. Мне сказали, что она какая-то очень красивая белая орхидейка, сортовая. Что я делаю? Я развела живу в литре воды 0,5 грамма, и она у меня постояла, наверное, час, прям вот корнями. Шейкой я старалась ее не опускать, то есть вот только корешочки, они достаточно хорошо увлажнились, наводнились. Конечно же, орхидея ее принесли два дня назад с работы, сестра принесла, и вот я у нее вчера буквально забрала. Сегодня размещаю ее именно в ту посадку, которую я вижу для нее. Рассказываю, что происходит. Ну, пусть пока вот так она полежит. Листочек у нее растущий, вы видели, орхидея хорошая. Так, что мы сейчас с вами будем делать? Я постараюсь. Так, сейчас я найду необходимые мне вещи. Я вот взяла свой любимый... Это я убираю, здесь живо было, я вам сказала. Живо для... Давайте, кто не видел видео, может быть, это было живо для растений комнатных и не только, для цветов. Вот, в розовой пачечке я последнее время кайфую от этого результата. Я обязательно соберу растения вам, сниму отдельное видео. Результаты воздействия живы. И могу сказать, что это не какое-то, ну, такое, совершенно случившееся, неожиданное проявление на растениях. А это система при использовании этого препарата. Систематическое проклевывание новых листов, листков и корешочков – это результат воздействия именно этого препарата. Я пою не дифирампы, а лишь только анализирую те результаты, которые сейчас я вижу на своих растениях. После даже одна или двухкратной обработки. Ну, производитель там и пишет, что достаточно двух обработок в течение определенного периода. И все. Смотрите, так как лопухи вот эти здоровые, вот, а мне нужно разместить. Я взяла квадратное хорошее кашпо. Вот тем оно мне нравится, вот эта Сильвия. Кстати, девчонки, ребята, кто живет в Орле, я покупала его на Плещеевке. Стоит оно, по-моему, 110 рублей. Очень удобная форма в плане размещения растения на какие-то вещи. Так, слушайте, я думала, она на наращивание корней, да и вообще посадки обалденные, красивые. Я думала, она у меня присядет. Фиг она у меня присаживается. Вы видите, какая распухлястая. Тут и корни, и листья. Так, приготовила я ей, думала, возьму вот этот горшочек, взяла вот этот, в которых я обычно азиатов покупаю. Как раз тут вот такое отверстие, думаю, поставлю, посажу попку. Вообще не придется мне сажать попку, потому что вы видели, да, как она размещается. И сейчас легким движением руки мы с вами присаживаем растение на наращивание корневой системы. Так, она вот так у меня и будет находиться на своих листьях. Видите, все, она ниже не идет. Чуть-чуть вот могу буквально вот, чтобы не насиловать листочки, чуть-чуть-чуть-чуть предопустить. Все, но она все равно листьями выдавливается. Сейчас буду чуть придерживать. Вот так она размещает корешочки в подвесном состоянии. Это отлично. Вот что сейчас вы видите, это просто отлично. Я взяла, так, и видите, как я ее по диагонали, чтобы мне листочки вот как раз вот так ложились в диагональ. Вот, видите. Так, далее, смотрите. Я промыла керамзит, промыла обычной чистенькой водичкой, фильтрованной. Я всегда так сделаю. И начинаю просто засыпать нижний уровень кашпо керамзитом. Вот просто так. Вы знаете, настолько легкое получается размещение, вот как для меня особо времени совершенно не уходит. Ну, чуть-чуть совсем корешочки мешают. Сейчас мы все протолкнем обязательно. Очень легкое размещение растения в такую посадку. В предыдущей истории, где фузырезное растение у меня, да, мы наращиваем корешочки. Я, кстати, обязательно сниму вам отдельное видео, что сейчас происходит с этим растением. Результат более чем меня вдохновляет. Вот реально говорю, как есть. Так, сейчас я буду смотреть, что за уровень. Такое ощущение, что я даже керамзита мало взяла. Говорю громко, потому что он гремит у меня. Так, да нет, немало, окей. Вот, смотрите, вот так я их подзасыпала. Ну, корешочки там один только подзасыпался. Все остальные пока еще находятся в воздухе. Так, и сейчас я буду брать... Можно даже, знаете, еще, наверное, было бы керамзит, если бы у меня был подготовлен. Не ожидала я такого результата, что он у меня так высоко будет располагаться. Ладно, мы сейчас этот уровень начнем закладывать. С пагмосом новозеландским. Я в прошлой посадке, когда фузырезное растение, я там между слоями керамзита и спагмоса, я простилала крупную кору. Потому что мне там нужно было много-много воздушных карманов. Шея находится в фузырезном состоянии. Ну, пролеченном таком. И поэтому, дабы минимизировать воздействие вокруг шеи мха, я как бы вот так делала воздушные всякие прослойки, такие хорошие, с помощью коры. Я сейчас возьму палочку и начну палочкой проталкивать. Люблю я это сейчас делать. Вот так. Очень хорошо располагается. Потом мы все это с вами протрем. Вот сейчас она у меня корешочками в живе проторчала. Вот. Своеобразную такую стимуляцию получила. Располагаю мох и могу сказать, плотно я его не набиваю, но одновременно и слабенько не делаю такое расположение мха слабое. Я средней такой плотности делаю расположение мха относительно корневой системы этого растения. Смотрите, вот что будет происходить. Полив. В такой системе у меня будет происходить. Иногда я просто беру свою любимую грушу и потихонечку вот так вот вдоль стеночек начинаю проливать по поверхности мха чуть-чуть-чуть. Бывает, что я просто беру, если мне некогда, я просто беру этой же груши по стенке вот сбоку, налью воды в уровень керамзита и все, и побежала. Очень хорошо капиллярно по керамзиту вода продвигается наверх ко мху. Это уже проверено и не раз. И вот такие системы размещения растений на наращивание корневой системы. Ой, какое у нас сегодня солнце! Милое дело, как я люблю вести видео. Не в хмурый день, когда они даже до подсветка не помогают. А вот в такой денек, шикарно подсвеченный вот таким солнечным светом. Класс просто, класс! Чуть-чуть еще вот так по поверхности располагаем, мох отжимаем. Вот. Спагмос очень хороший, крупный. Прямо поеду еще обязательно куплю. Мне уже он как-то так подзаканчиваться вздумал. Вот. Главное, чтобы был. Он бывает разный. Вот, кстати, я покупала в брикетиках. Он более мелкий. Вот этот премиум. Спагмос от производителя Новой Зеландии. Он такой вот крупненький. Так, вам видно, надеюсь, да, все, что я тут колупаю, ковыряю. Так, дальше поехали. Смотрите, какой он. Он прям такими плетями, видите? Очень крупный спагмос, хороший. Ой, я думаю, что все будет замечательно. Корысть сюда не нужна. Растение такое здоровенькое. Вот. Важно в такой системе содержания на наращивание корней не переувлажнить мох, чтобы он не был вот постоянно прям такой мокро-мокро-мокрый. Вот. А важно, чтобы он просто находился капиллярно, увлажняясь по керамзиту водой из нижнего уровня, где у меня вода будет располагаться всегда. Капиллярно он чуть-чуть увлажнялся. И вот так происходит наращивание корней вот сюда к шейке, но не совсем к шейке. Прям распределяю его, а потом туда вот так организованно складываю. Не совсем к шейке, а от шейки он достаточно далеко располагается. У меня получается своеобразный кокон, своеобразное гнездо с таким вот открытым основанием. Я вам сейчас покажу, что я имею в виду, потому что шея находится в воздухе, и к шее мох не соприкасается с шеей, одновременно вот так вот располагая, как бы гнездышко чуть-чуть вот так вот коконом сделанное. Так, можно уже мне рукой чуть-чуть попрессовать. Лопухастая она, конечно, и мне залезть сложно туда. Да, вот так, видите, какая она здоровая. Еще кашпо «Пойди подбери» называется. Вот такие растения растут у сестры в кабинете. Я так понимаю, у них, наверное, там соцсоревнования. У кого красивее орхидеи? Ну, сестре повезло в каком-то плане. У нее есть я. Вот, я ей восстановлю все быстренько, ей особо некогда. А я, так как у меня, я занимаюсь этим увлечением, еще и канал веду, поэтому сестре могу сказать повезло. Так, я с удовольствием у нее выпрашиваю эти растения. Говорю, Ленуся, давай, тебе некогда, а я тебе быстро все сделаю. Вот, а мне не в тягость. Она знает, что я просто с удовольствием. Я кайфую, когда я работаю с растениями. Особенно вот, когда мы имеем здоровое, полноценное растение, но одновременно требующее наращивание корневой системы. Ну, вот смотрите, могу сказать, у меня сегодня в отношении этой орхидейки такое решение пришло, да, так расположить на наращивание корней. Вот, у кого нет возможности там спагмос использовать, можно сделать размещение вот так же, точно такое же, в крупную кору, когда корневая система, не привыкшая находиться вот в грунте, это же вот воздушные корешочки, это как бы макушка, которую отсоединили от пенька. Вот, можно расположить в крупную кору, чуть-чуть можно дать снизу фитиля, фитиль на фитиле, у меня тоже растения очень хорошо растут, добавить какой-нибудь крупной коре влагоемкий субстрат, компонент в виде, например, или серами, салица, флорка, да можно обычный спагмос, просто островками положить, в крупной коре, слоями, чуть-чуть, да, вот. Расположили растение, засыпали, допустим, корой крупной, потом мха немножко, вот так, по этим, господи, по уголкам, потом опять коры. На поверхность можно так же устелить помелче кору, и тот же влагоемкий компонент, который будете использовать посадку. И все, они растут замечательно, но при этом, я говорю, те воздушные корни, которые я всегда при омоложении, да, или, там, допустим, при пересадке, я стараюсь все корни по возможности заправить, если у меня это получается, да, чтобы не насиловать мне растения, вот получается заправить, я заправляю. Вот, и при этом я говорю, обращайте внимание, и всегда вам говорю о том, что я приучиваю воздушные корни орхидеи находиться вот уже в грунте, они не привыкли это делать, в грунте быть. Вот, как я приучаю, первые поливы после помещения воздушных корней в грунт у меня происходят, они исключаются, все первые поливы исключаются, только опрыскивание по поверхности, хорошее опрыскивание, чтобы водичка стекала туда, в уровень дренажного слоя, при этом я защищаю всегда шею, опрыскиваю и защищаю, опрыскиваю и защищаю. Вот, увлажняется поверхностный грунт, при этом корневая система, просто у нее исключен момент переувлажнения, именно тех воздушных корней, которые пока не привыкли работать и качать воду, подаваемую в грунт. Вот, поэтому я вам рассказываю, покажу результаты моих омоложений, отсоединений, помещения воздушных корней именно в грунт, как они, многие мне пишут, Ирина, пропадают воздушные корни в посадках, поэтому акцент и акцентирую ваше внимание обязательно на этом моменте, приучите воздушные корни к работе в грунте. Все, у меня, я покажу обязательно все свои посадки, все отсоединения, и поверьте мне, все живые корни, помещенные, воздушные помещенные в посадку, в грунт, да, вот, они все живы-здоровы, и самое интересное, вот такие вот опрыскивания по поверхности, заменяющие по первые два-три полива, они работают просто на ура. Раскупливаются воздушные корни очень быстро. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Вот такое расположение мха, спагмоса, не плотное, но и не такое, не редкое. Вот как у меня располагается шейка, смотрите, видите, сейчас я даже вот чуть-чуть здесь уберу подальше от шейки мох, вот так, она у меня находится как бы в таком гнездышке, вот, подвисает, я надеюсь, видно вам, что она вот как бы подвисает, там внизу нет мха, вот, в воздухе она находится, как только все заработает, все, раскуплится корневая система, я это буду видеть, вот, и, конечно же, при дальнейших моих уходовых вещах, да, в отношении этого растения, где-то дней через 10 я опять ее живой пролью, вот, обязательно. Ну, и вот такое у меня сегодня размещение растения на наращивание корней. Красавица, красавица-девоца, вот такая вот красота у меня сегодня получилась. Корешочки где-то видны, вот видите, они в воздухе там видны, я буду по ним ориентироваться. Это водичка у меня будет в уровне керамзита, где-то наполовину всегда налито, вот так. И вот налила, все, ушла. По керамзиту вода поднимется сюда, увлажнится мох. Естественно, уровень воды упадет, через сутки твое он упадет. Ну, и испарения тоже, они тоже будут, их никто не отменял. Надеюсь, мое видео сегодня вам понравилось. Я очень рада, что по отзывам понимаю, все мои видео для вас полезные, информативные, вот такие основательные. Я стараюсь работать для вас с таким настоящим, хорошим, на сегодняшний момент весенним, солнечным настроением. Все, ребят, девчат. И хочу пожелать вам всего доброго здоровья, благополучия. И увидимся с вами вновь на моем канале. Всем пока-пока. Смотрите канал, у нас еще очень много всего интересного в будущем будет происходить. Задумки крутые. Так мне вот хочется все это вам показать, рассказать. Покажу, как на блоках тебя растения чувствуют. Что я делаю, вот. И вообще, я просто кайфую от работы и от созерцания вот этих красивых, великолепных, гордых, благородных орхидей. Все, всем пока-пока. Смотрите. 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 Смотрите.